Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать об одном очень замечательном приемнике, который сохранился у меня со времен СССР. Свирель радиоприемник 306. Или свирель РП-306. Миниатюрных приемников тогда было очень мало. И вот этот приемничек, который можно было положить в карман, спрятать в пиджаке или положить в портфель, пользовался очень высокой популярностью. Но, к сожалению, приобрести такой приемник возможность была не у всех. Мой приемник работает от пальчиковых батареек. Сейчас, конечно, батарейки в нем не советские. Достаточно трех, чтобы приемник мог принимать радиостанции. Работает он в длинноволновом и средневолновом диапазоне. И переключение между диапазонами осуществляется вот этим переключателем. Включение и громкость регулируются поворотом вот этого колеса. Настройка на диапазон производится практически одним пальцем. Вращая вот этот барабан, можно настроиться на радиостанцию. В длинноволновом диапазоне радиостанции сейчас нет. И кроме шумов и наводок мы ничего не услышим. В средневолновом диапазоне можно найти китайские, японские или корейские радиостанции. Но лучше всего на Дальнем Востоке они вещают вечером. Сейчас день и поймать что-нибудь стоящее практически невозможно. Хотя вечером этот приемник хорошо ловит музыку и новости на неизвестных нам языках. Замечательное свойство этого приемника еще и в том, что к нему выпускался переносной блок. Некоторые модели приемников комплектовались и блоком питания. Переносной блок выглядит вот так. Симпатичные части одного и того же приемника. Как видите, на нем написано. АС, свирель 306, блок переносной. АС, сокращение акустическая система, писалось на колонках, на усилителях. Переносной блок собран добротно. Имеет разъем, напоминающий современный USB. И такой же вход есть в приемничке. Соединяются они следующим образом. Как видите, получилась не очень большая переносимая радиола, которая может очень даже громко воспроизводить музыку. Ну и как полагается любому кассетному магнитофону или радиоле тех лет, у него есть ручка для переноски. Можно было симпатично гулять по двору, ездить в походы. С тыльной стороны приемничек выглядит вот так. Блок снабжен диффузорами, для того, чтобы динамики могли играть в режиме. И кроме этого, блок имеет отсек для батареек. К сожалению, этот приемник работал на батарейках нестандартного формата 332-го. Зато, как и полагается советской технике, рассчитан он был на целый диапазон напряжений. Усиливающий блок, то бишь вот эта колонка, имеет вход, если вам видно, рассчитанное на напряжение от 6 до 12 вольт. Его можно было подключить к бортовой сети автомобиля прикуривателя и наслаждаться музыкой. Кроме этого, блок сделан так, что даже без батареек и без блока питания колонка усиливает динамик. Как вы можете слышать, звук получается достаточно громкий, даже без батареек и блока питания. Но, конечно, хотелось бы проверить этот радиоприемник даже без музыки, используя блок питания. Под рукой у меня есть 6-ти вольтовый источник от детской игрушки, зато по разъему подходящий. Если его подключить, то приемник будет звучать еще громче. В советские времена этот приемник стоил достаточно дорого. Выпускался он на орденоносном заводе Красный Октябрь и стоил в розничной сети 38 рублей. Этот приемник выдержал немало походов, плаваний по островам и очень сильно выручал, когда хотелось послушать новости где-нибудь далеко от города. Чтобы усилить его, мы не брали с собой этот блок усиливающий. Мы просто вложили этот приемник в ведро и собирались, включая его на минимальную громкость, чтобы не сели пальчиковые батарейки, наслаждались музыкой либо новостями. Вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам рассказать. Такая замечательная вещь выпускалась в былые годы.